Это видео было снято в сентябре 2020 года в Питере. Мы его долго искали, как янтарную комнату, и что-то из этого уже не актуально, как и сам янтарь. Изменился и информационный контекст, и моя жизнь. Мы никого не хотим обидеть, поэтому просто посмотрите приколов. Будем рады, если вы поддержите нас на Boosty, ссылка в описании. И отдельная благодарность Свете из Питера и Виктору Копаница. Погнали! Я на самом деле 10 лет уже женат, и вот что я заметил. Все вокруг разводятся. Есть разведенные в зале? Поаплодируйте. Интересно будет. Ну да, вот, все. Нормально. Обычно они улыбаются, кстати. Я к тому, что все вокруг разводятся. Я не знаю, что с этим делать. Это мой самый большой страх сейчас. Мы с женой за все время три раза были свидетелями на свадьбе, все три брака распались. Нас скоро перестанут звать на свадьбу. Эти шумгуновы-дементры высасывают счастье. Нахер надо, давайте. Ну реально, просто, просто. Все разводятся. Все разводятся. Я много об этом думал, ну очень много об этом думал, и я пришел вот к какому выводу. Во всех разводах виноваты женщины... Мне очень нравится смотреть, конечно, как у вас меняются выражения лица. Вы такие... Че, сука? Еще слово, еще... Слово. Я объясню. Объясняю. Это же не просто так. Смотрите, почему во всех разводах виновата женщина? Потому что изначально брак — это ваша идея. Ну, мужики просто живут, мы просто живем. Нам ничего не надо, никогда. Мы встречаемся, потом нам приходят и говорят, надо жениться. Мы такие, будь, надо жениться. Надо жениться. Потом эта же женщина приходит через 10 лет и говорит, мы разводимся. Так, будь, мы разводимся. Мы разводимся, мы разводимся, я не понимаю. Реально? Ну, то есть я как бы, типа, заметил такой момент. Я общаюсь со всеми парами, чтобы выяснить, почему. В чем причина. Общаюсь, чтобы не повторять их ошибок. И всегда одинаковый разговор. Ты спрашиваешь, Ален, вы почему с Лешей развелись? Я так больше не могу. Лех, вы почему с Аленой развелись? Я не знаю, что ей не нравится. Я не знаю, что ей не нравится. Главное, любовь совсем нравится. Ей не нравится, блядь. Тупой, блядь. Да я прикалываюсь, девчонки. Конечно, в основном причина измен, это, ну, то есть причина разводов, это тупые мужские измены. Тупые. Потому что мужики тупые и изменяют тупо. Мне там друг говорит, я не понимаю, что она злится. Минета, это же не измена. Интересная версия Валера. А похлопайте, кто считает, что минета, это не измена, поаплодируйте. Угу, блядь. Конечно, сейчас пару пацанов такие, сука, чуть не подловила. Пару человек сидит локтями хлопаем, блядь. Распространенная версия, клянусь, распространенная. Многие такие, ну да, чё. Ну, чушь полная. Мне кажется, пацанами нет, это не измена. В одном случае, если ты его сделал. Тогда да, братан, тогда это не измена. Но тогда тебе не то, что новую жену, тебе, блядь, новых друзей надо искать. Детям новую школу. Потому что такую херню на родительском собрании вытворить, это перебор. 500 рублей, сдай на штор, это идиот, что ли. Со всеми, общаясь с друзьями, кто развелся, чтобы не повторять их ошибок. Но чем больше я с ними общаюсь, тем сильнее страх. Я спрашиваю, почему, как это случилось? Артур, понимаешь, просто в одно утро ты просыпаешься и понимаешь, что любовь прошла. Я говорю, в какое, блядь, утро, Володя? Ну, в какое утро, Тарантино? Ты чё с конца начал? Чё ночью было? Чё за утро? Чё за утро? Хочу знать, блядь. Я сейчас... Сука, ты как? Ты просыпаешься утром и такой, типа, глаза открываешь, а она над тобой с подушкой стоит. И так, ох, кажется, любовь закончилась. Но за жизнь ещё можно побороться, блядь. Как ты? Я сейчас каждое утро просыпаюсь такой. О, блядь. О, ещё люблю, слава богу. Жена, ты как? Ты как? Вставай. Она такая, блядь, всё, всё, ещё люблю, ещё люблю. Ну, тормози, блядь. Давай, сначала умывайся, потом буди. Мы на грани каждое утро, блядь. Мы реально на грани каждое утро. Я понимаю её, мы каждое утро на грани развода. Потому что, ну, я, короче, набрал лишний вес после свадьбы. Но это тоже не без её участия, я уверен. Это заговор жены. Ну, все же жены, все же поправляются после свадьбы. Ты становишься жирным, потому что ты встаёшь на весы, там вместо цифр написано «слезай, блядь». Вот такое же. Ну, очень удобно. Специально откармливает и ничего не говорит. Ты толстеешь, она молчит. Специально откармливает, чтобы ты не ходил налево. Ну, потому что сложно ходить налево, когда тебе, в принципе, блядь, сложно ходить. Ты не можешь незаметно из дома увильнуть, надо кран к балкону подгонять, вот это вот. Ты там спалишься не на том, что у тебя лифчик в кармане, просто выпрямишься с шлюхой складок, вывалится вот так. Реально. И молчит, главное. Ну, она молчит, а организм, как бы, типа, начинает кричать о помощи. Появляется интригующий храп. Знаете, как я вес набираю? Интригующий храп, слышали? Это такой, типа, и тишина. Интрига. И в тишине голос жены. И он сдох, а? Через секунду. Ольга, сука! Все еще жив, блядь. И вот тогда появляются. Тогда появляются намеки. Утром. Артур, что ты храпишь? Может, у тебя нос был сломан? С хера ли, у меня нос был сломан? Ну, не знаю, чихнул щеки, захлопнулись. Ну, реально, невозможно же спать. Ну, ты такой храп, когда ты просыпаешься от собственного храпа, знаете? Потому что тебе снится, что кто-то ворует мебель у тебя, типа. Ты такой, паркет, бля, ребят, вы че? Начинает намекать. Днем. Днем. Ночью вы же жесткие, блядь, там никаких намеков. Тебя херачат локтями так. Я иногда думаю, проснусь, рядом со мной Конор Макгрегор, блядь, лежит. Мне кажется, ночью к нам в спальню собирает судья и такой оттаскивает мою жену от меня. И такой, все-все-все. One. Two. Three. Four. Five. Добивай. Нахуй. Никто не обязан это слушать. У меня была такая теория, что сколько-то лет мы вместе проживем, и тогда точно не разведемся. Ну, типа, сколько-то лет прожил, рабочая теория, и у меня это грела мысль. Успокоился. А потом Петросян развелся, блядь. Пробаетесь? Евгений Ваганович, блядь, ушел из семьи. Ушел из семьи, блядь. Евгений, в 73 года ушел из семьи. Блядь, как ушел, сука, из семьи. Вот так, наверное, уходил, блядь, вот так. Пошел, блядь. Шпингалет ты, блядь, проверил, пошел. 73 года, блядь, Ваганович. Куда ты ушел? Тебе 73 года. Ты из семьи мог уйти только на тот свет, блядь. Просто нашел себе молоденькую там. Ну, вы тоже себе не представляете молоденькая, в смысле, там, какая-то прям Елена Воробей. Нет, конечно, там... 60 лет тоже бабе. Но у меня у жены умерла бабушка. Ну, все нормально. Ей было сто тахера лет, там, ну, все к этому ушло. И, а дед остался. И мне жена, короче, она мне там, типа, звонит. Поехал деду домещать через полгода. Она говорит, звонит. Артур, ты не представляешь, что у нас дедушка отчепучил. У нас дедушка по бабушкам пошел. Как он мог? Я говорю, бля, в натуре, а как он мог? Интересно, пиздец. Ну, 76 лет человеку, блядь. Скажи, ну, что... Блядь, чайный гриб, не надо было выкидывать чайный гриб. Че, я хочу. Че делать-то, блядь? Гордись дедом, блядь. Цепляется за жизнь. Я вообще, когда услышал первый раз, что он по бабушкам пошел, я думал, ну, блядь, деду лень было кладбище. Обходить по могилам похерачил просто. Вообще, мне кажется, что на государственном уровне разводы легализовал Путин. Ну, вот он когда развелся, и все как с цепи сорвались. Его еще спрашивают, Владимир Владимирович, а вы собираетесь жениться? Он такой, ну, сначала я должен устроить личную жизнь своей жены, Людмилы Александровны. А когда Путин говорит, что он должен устроить личную жизнь своей бывшей, лично я, блядь, напрягаюсь. У меня такое ощущение, что мне в дверь в любой момент позвонят, скажут, Артур, собирайтесь, Людмила Александровна выбрала вас. Можно я хотя бы с детьми попрощаюсь? Я не хочу быть мужем Путиной. А я буду муж Путиной. Вряд ли она такая, теперь я Шамгунова. Нет, нахуй пойду, сразу я. Кто вообще захочет быть, кто захочет быть мужем Путиной после Путина? Прикиньте, вот прикиньте, пацаны, у тебя есть бывший, ну, то есть у твоей женщины есть бывший, не какой-то там олигарх, не какой-то там спортсмен, не какой-то чувак с огромным членом, а все это вместе. Ты как вообще, ну, вывозить это собираешься? Как ты ее будешь удивлять? Вот что мне интересно. Что ты должен сделать? Ты такая, типа, приходишь домой, типа, дорогая, мы летим на острова. Она такая, не присоединяй, мы летим. Типа, дорогая, я заработал миллиард. Не простил Вьетнаму, а заработал. В любой момент можешь стать носителем страшной государственной тайны. Нахер это вообще надо? Ну, девчонки же ничего не говорят о бывших хорошего, правильно? Это же все какие-то гадости. Сидишь на кухне, пьешь чай, она такая, Артур, а у Володьки? Так, блядь, Люда, не начинай! Умоляю, Люду, пожалуйста, не начинай! Выглядываешь в окно, а там уже стоит, блядь, воронок, и Путин на следующий день. Ну, сначала я должен устроить личную жизнь своей бывшей, блядь. Мужики, которые пропали без вести, где они, по-вашему? Вот, блядь, я для вас все разгадал. И вообще, вот к какому выводу пришел. Я подумал, что двое детей у нас, и очень важно, наверное, чтобы сохранить брак, это иногда разгружать жену, чтобы она тоже могла жить нормальной жизнью. Поэтому мы как-то поехали в ГО отдыхать, и мы поехали с детьми, и я подумал, первая няня в нашей семье, первая няня в нашей жизни. И я запомнил ее резюме на всю жизнь. Звучит оно так. Наталья, 48 лет, люблю детей, из вредных привычек, курю травку. Жена говорит, берем, я такой, хераси? А куда это мы так торопимся? Может, мы еще героинщицу найдем? Мы начинаем с ней дико сраться. Я говорю, алё, ты слышишь? Нет, курю травку. Жена говорит, ну не наш уже, но мы... Такой, ладно. Приходит эта няня, я такой, блядь, устроите нормальное собеседование сейчас. Я говорю, что у вас с детьми? Она говорит, вы что? Я так люблю детей, дети от святой жизни. Я говорю, я понял, что это по растениям. Давай выяснять, что там с воспитанием. Все, короче, мы оставляем ей детей. Типа, ладно, все, мы пошли гулять, укладывайте детей, мы пошли, а сам думаю, не, так не оставлю, устрою ей проверку. Я похожу в дом, и через окно подглядываю, подслушиваю, как она будет укладывать детей. И, честно говоря, по ролям, прикиньте? Ну, естественно, это была Алиса в стране чудес, чтобы еще. Но по ролям. Типа, кролик, мне очень страшно. Пойдем со мной, Алиса. Тут точно безопасно, кролик. Пойдем со мной, Алиса. Дети, главное, спят в другой комнате. Я... Залип часа на полтора, блядь. Оказывается, оказывается, Гуа, это такое место, если вы не знали, это такое место, где все курят траву. Все, там все шабят, все. Там бабки тоже сидят, кричат, наркоманы, интонация другая. Типа, наркоманы, есть бумага, у нас что-то кончилось, сделаем, вот такие. Я подумал, ну, надо накурить жену. Если у вас будет возможность, парни, обязательно накурите свою вторую половинку, обязательно. Женщин накуривать всегда весело, потому что женщины вообще, блядь, не знают меры. Это всегда, типа, что-то не мерят, что-то не мерят, что-то не дорого, что-то не дорого, а что-то не дорого, а как будет торгать, а что-то не смешно, а что-то не смешно, а что-то не торгает, что-то не торгает, друзья, говорит, ты ее остановишь, мы ее не видим, она в облаке уже, там уже Snoop Dogg вышел бы и сказал, хорош, тормози, там гуф в стороне стоит, я бы умер, я бы умер, я, конечно, извиняюсь, но я бы умер. Что-то не мерит, что-то не мерит, я спать, все. Просыпаешься от того, что в три утра птеродактель целиком жрёт холодильник, блядь. Ну давай, мать, худела к морю, давай. Проснёшься вот такая. Вот к какому выводу я пришёл. Если у вас проблемы в семье, вам не нужен семейный психолог. Просто сгоняйте на ГОА. Если что, у меня номер барыги есть. Она, кстати, ещё и няня отличная. Спасибо огромное, народ! Меня зовут Артур Шаблинов, у меня всё. Рад, что ты досмотрел до конца. Если это видео тебя улыбнуло, подпишись на канал. Также можно отблагодарить меня на Boosty. Ссылка в описании. Ещё одна важная ссылка. Список ближайших концертов с новой программой. Надеюсь, до встречи с каждым из вас. Спасибо!